МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный редактор телеканала Евпатория ТВ. Также свяжемся с Артемом Артеменко, специальным корреспондентом телеканала Крым-24. Именно ему удалось задать вопрос президенту. Ну и кроме того, вы можете звонить нам, господа, если смотрели пресс-конференцию нашего президента. Может, какие-то вопросы в большей степени понравились, какие бы вы хотели задать. Связывайтесь со студией, постараемся ответить на ваши вопросы. Андрей, ну вот почти 4 часа, да, Путин? Традиционно плюс-минус это время происходит. Он общался с представителями СМИ. Много направлений, абсолютно разная тематика. А какой вопрос или, может, вопрос и на ваш взгляд был самым острым и самым актуальным? Ну, естественно, это вопрос, касаемый санкций, который выводят западные страны в отношении крымчан за то, что они сделали свой исторический выбор. Это вот один из самых таких основных главных вопросов. В том числе и рассматривались, ну, обычные социальные, бытовые вопросы. Ну, вот если брать процентное соотношение, то там в большей степени журналистов интересовала именно внешняя политика России, там порядка 30%. Ну, в том числе, да, но, тем не менее, за... Или вас этот вопрос заинтересовал как крымчанин? В том числе как крымчанина, да, но, тем не менее, 20% было задано иностранными СМИ, ну, как представителями. И, естественно, наши там федеральные, региональные задавались вопросами внешней политики. Почему? Потому что это, естественно, взаимосвязано с нашей жизнью в Крыму. Так или иначе, да, Анна, вот Евпатория ТВ, да, впервые вы послали своего корреспондента, который тоже имел возможность задать вопрос президенту. К сожалению, не получилось, но, тем не менее, да, уже первые наработки есть в этом направлении. Но я знаю, как это происходит. Всегда думается редакция, ребят, давайте посоветуемся, подберем материал, какой вопрос задать. Вы какой хотели задать вопрос? Ну, я думаю, что все примерно догадываются и понимают, какой вопрос бы мы хотели задать, и я думаю, что мы еще его зададим и не раз. Ага, вы не хотите раскрывать карту, да? Нет, я скажу всем, потому что это очевидно. Мы хотели задать вопрос по поводу Евпатории Всероссийской детской здравницы, тем более, что даже интересная ситуация произошла. Мы, естественно, заранее готовили вопрос, там, в течение месяца мы думали, как его сформулировать получше, и тут Матвиенко говорит, ребята, ну пора уже Евпатория со Всероссийской здравницей. Мы думаем, может быть, поменять? Нет, мы актуализируем. А теперь когда? Ну, в этот раз не получилось, но я думаю, что все произойдет обязательно. Не в этот раз, может быть, Владимир Владимирович лично к нам приедет, и мы тогда уже точно спросим. Ну, может, именно в тот момент, когда он приедет в Евпаторию, во всемирную детскую здравницу, да? Ну, вот, кроме прочего, Андрей, действительно, тот факт, что дали возможность крымскому журналисту задать вопрос, он говорит о том, что интерес президента Крыму всегда актуален. Многие политологи называют Крым любимчиком Путина. Вот вы согласны с этим мнением? Ну, здесь отчасти соглашусь. Здесь еще надо понимать, что Крым – это та точка сбора, которая собирает весь наш народ, всю страну. И без него, соответственно, не будет нашего русского мира, как такового, и, соответственно, того стратегического форпоста, которым сейчас является на данный момент Крым. Анна, вот обсуждали, кроме прочего, взаимоотношения США и Китая. Так вот, Штаты, они используют политику шантажа. Они там взяли даже китайскую журналистку, да, там, каким-то образом свои выгодные условия хотят реализовать. И вот, по сути, это то же самое, что происходит сейчас между Россией и Украиной. Вот сейчас Украина использует методы США, или наоборот, я не знаю, как у них принято. По сути, сейчас журналисты, в первую очередь, да, да и простые люди, они становятся разменной монетой. Да, разменной монетой. Вот вы бы, допустим, своего корреспондента отправили на территорию Украины в командировку? Ну, я несу ответственность за жизнь всех сотрудников, которые у меня работают, в первую очередь. Конечно, если бы это был вопрос национального уровня, национального значения, и если бы мой журналист сказал, я поеду в любом случае, ты меня не удержишь, я думаю, что да. Потому что все-таки журналистика, мы сегодня вот это как раз и обсуждали, когда смотрели пресс-конференцию, журналистика, это такая лакмусовая бумажка вообще всего, здоровье общества и так далее. И если бы мне журналист сказал, я поеду в любом случае, пожалуйста, давай, это такая профессия. Ну, говорит, есть такая профессия Родину защищать. Есть такая профессия ради определенных целей. И Путин сегодня говорил о том, что мы с вами коллеги. Мы к этому еще вернемся обязательно. Да, я зашла вперед. Да, да, немного вперед. По поводу информации. Ну, в любом случае, да, я понимаю, то есть в обязательном порядке нет, но по собственному желанию да. Вот точно так же по собственному желанию туда поехал наш корреспондент Артем Артеменко, которому удалось задать свой вопрос. И я напомню, что он спросил непосредственно о санкциях, да, и президент вот дал четкое понятие, грамотно объяснил, что называется воссоединение Крыма аннексией, да, они называют, но в то же время вводят санкции. Если это аннексия, зачем вводить санкции против этих людей, да. Если называете референдумом, то... То значит, вы его признаете. Абсолютно правильно. Вот. И сейчас Артем у нас на связи. Артем, добрый вечер. Во-первых, поздравляю тебя. Это значительный шаг, задать президенту России вопрос. Но вот скажи, как тебе удалось привлечь внимание для того, чтобы задать свой вопрос? Добрый вечер, что ли? Да, Саша, даже когда мы готовились к редакции, что ставка была сделана на красный цвет, это был красный плакат. Делаю буквы простые, четыре буквы, которые известны на весь мир. Слово Крым. И я практически снялся, что президент обратил это внимание. Хотя многие журналисты, скажу, уже знают эту фишку. Красный цвет. Буквально, ну, каждый третий-четвертый человек что-то было красного. Либо плакат, либо одежда какая-то, либо костюмы. Люди приходили в красный. Поэтому на втором часу в нашей пресс-конференции, в нашей пресс-конференции Владимира Путина, президент ответил на наш вопрос. Артем, ну, все мы знаем, что журналисты люди общительные. Вот и до пресс-конференции была возможность обсудить с коллегами какие-то вопросы, нюансы, подготовки. И после них, вот каковы впечатления представителей других средств массовой информации об этой итоговой конференции президента? Ну, я все-таки, наверное, скажу мнение тех журналистов, которые постоянно работают с президентом. Мне удалось пообщаться с пулловскими журналистами. Это Антон Горницкий, Первый канал, Павел Зарубин, Вести. Они сказали, что в этой конференции не было ничего революционного. Президент просто подвел итоги, но он ответил на очень важные вопросы. В частности, вот вопрос Антона Горницкого по поводу ядерной войны. Ну, правда, успокоил уже президент всех, что ядерной войны не быть не должно. И делается все, чтобы этого не было. Поэтому многие журналисты, конечно же, хотели бы задать еще свои вопросы. То есть из других стран приезжие, особенно мы пообщались еще с кубинцами, с китайцами. Они тоже хотели задать свои вопросы. Ну, китаец, с которым я общался, не задал свой вопрос, задал его коллега. Поэтому как-то так. Артем, спасибо за твое мнение, за твой комментарий. Счастливые дороги домой. Я напомню, это был корреспондент телеканала Крым-24 Артем Артеменко. Именно он участвовал в итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Анна, действительно, вот и Артем говорит о том, что большое количество журналистов, в том числе зарубежных, которые хотели задать свой вопрос. Кстати, красный цвет, возьмите на заметку. Мы, между прочим, были в красном. Буквы у нас были красные на белом фоне. Мы, наверное, на следующий раз. Перепутали. Как бы там ни было, я тоже отсматривал от и до всю эту пресс-конференцию. И вот особое внимание уделяли украинским изданиям. Президент, он сразу сказал слово украинским изданиям. Что это? Это желание показать, что, мол, господа, задавайте вопросы, и мы ничего не боимся? Почему в приоритете украинской семьи? Фишка нашего президента, говорить, ну, не показывать, показать, точнее, демонстрировать, что я вообще ничего не боюсь. У него сегодня, как интересно, спросили, вы владеете миром или что-то такое? Да, сказал президент. Поэтому, ну, это вот одна из, я думаю, что одна из тем, это да, я ничего не боюсь говорить, мне вообще нет запретных тем, я отвечу абсолютно на любой вопрос. Второе, мне кажется, я с ним абсолютно согласна. Во-первых, сама пресс-конференция, она была такая достаточно, ну, с точки зрения остроты, постненькая, но не было там ничего такого острого. И иногда уже президент обращался к своим пресс-секретарю и говорил, может быть, что-то жарененькое, может быть, вот это вот издание спросим, вот это вот, вот это вот. Поэтому я думаю, что с этим еще это связано. Плюс нет никаких вообще неразрешенных вопросов. Понятная история с Украиной сейчас, понятная позиция, ну что там, журналисты могут задать такого, что может поставить в тупик нашего президента. Да ничего. Но, Ань, в то же время, вот, допустим, эхо Москвы, дождь, да, у них не было возможности задать свой вопрос. А можно ли говорить, Андрей, что просто вот оппозиция надоела? Эта вялая оппозиция надоела? Если брать во внимание эти издания и средства массовой информации. Ну, я бы не сказал, что оппозиция в целом надоела. Она в любом случае нужна, и если она... Если она способна конкурировать. Если она способна конкурировать, да. Но в этом случае, который мы сегодня видели на пресс-конференции, была возможность высказаться, именно задать вопросы СМИ Украины, потому что кто как не они смогут донести... Ну, каждый год у них есть такая возможность. Каждый год спрашивают. Честно говоря, журналистская такая зависть даже берет, да? Ну, в этом году многовато что-то. Очень много было, да. Ну, хорошо. Если мы говорим, вот, сейчас в большей степени журналистские какие-то принципы, обсуждаем там, уловки, ухищрения, как задать вопрос, да. Но, действительно, обсуждали очень серьезные темы. Это тема ядерной... Возможно, ядерной войны, о которой мы чуть позже поговорим. И вот, в частности, Россия и Япония, их взаимоотношения. Журналист спросил о Курильских островах, да. И весьма настойчиво так спросил. Я бы подумал, что это не журналист, а какой-то из чиновников высокого ранга. Путин напомнил тут же о базе американцев на Окинаве. Да. Но, по сути, диалога не будет до тех пор, пока будет сохраняться вот это американское присутствие, военное присутствие на территории Японии. Совершенно верно, да. До тех пор, пока вопрос нахождения американцев на территории Японии будет открыт. Никакого разговора о передаче Курилы быть не может. Да, действительно, сейчас актуальная тема. В социальных сетях идет, в сервисах массовой информации по поводу передачи островов в Японии. Тут не стоит забывать, что в случае, если их отдать, как таковые, просто так, то мы теряем наши внутренние воды. Это, во-первых, и как стратегический рубеж, а также это экономический. То есть мы добываем там рыбу, ну и других моллюсков. Это чисто экономика. Если же японцы за это готовы какие-то обязательства взять на себя, ну, союзнические, то тогда, да, этот вопрос еще можно как-то к нему возвращаться. Но до тех пор, пока они находятся в сфере влияния Соединенных Штатов Америки, этот вопрос еще будет долго. Ну, если уж заговорили об акватории, да, в том числе был поднят вопрос касательно Черного и Азовского моря. Азовского в частности, да, где журналист спрашивал касательно того, что не возьмет ли Россия в принципе все Азовское море, так сказать, под свое крылышко. Да, Путин ответил, что мы будем делать с военной точки зрения то, что считаем правильно. Но не вызовет ли это своего рода негодование, там, криков со стороны Запада? Ну, бог с ним этим. Но ведь это может быть чревато и какими-то более серьезными последствиями. Я имею в виду там военное присутствие или какая-то вот контрпозиция. По поводу военного присутствия тех же самых, ну, сокращения, выхода из договора с ракет средней и меньшей дальности, то это, естественно, будут адекватные ответные меры. Как еще повлиять, да, санкции. На мой взгляд, уже введено столько санкций, что, ну, больше и дальше быть уже не может. То есть мы работаем в этих санкциях, несмотря на то, что Запад вводит их и вводит снова. Не стоит забывать, что санкции были в отношении России не только вот сейчас вот введены, а и раньше, и там 10-20 лет назад. То есть Россия извечный противник, да? Совершенно верно, да. Все боятся сильно и пытаются укусить его, да. Ань, ну вот возвращаемся к той теме, да. Разведка, контрразведка и средства массовой информации. По сути, одно и то же, так сказал Путин. Да, все мы работаем с информацией. Вот чувствуешь себя сотрудником спецслужб? Я почувствовала себя сотрудником спецслужб, когда переехала из Кемеровской области в Крым. Это было в 16-м году, в начале 16-го года. И когда мы делали материалы о Великой Отечественной войне, о поезде Победы и так далее, и наши материалы набирали там по сотне тысяч просмотров в сети. И в основном за счет зрителей с Украины. Тогда я поняла. Раньше я этого не чувствовала в таком объеме, в таком масштабе. Вот тогда я поняла, что да, действительно, есть поле боя. Это действительно так? Ну а вот если продолжать разговор непосредственно о пресс-конференции, в 2018 году аккредитовалось рекордно большое количество журналистов. Ну, конечно, они это специально делают. Вот они каждый год... Аккредитуются? На 20 человек, на 30, на 100, чтобы говорить... Чтобы каждый год был рекорд, да? Да, мы вновь побили рекорд. Да, но по сути это влияет на качество вопросов. И, откровенно говоря, мы можем судить об этом по конкретной пресс-конференции. Вот ты как бы оценила качество вопросов, которые задавали по ходу? Я бы задала вопросы к тем, кто задавал вопросы. Потому что, во-первых, мы несколько раз замечали, что журналисты либо не слушали, что отвечал президент, либо вот настолько были в своем согласованном вопросе. Или, допустим, они решили, что в редакции будут задавать именно этот вопрос и задали именно его. Хотя, например, президент 20-30 минут назад уже на этот вопрос ответил. Такое было несколько раз. И внимательный зритель, я думаю, это увидел и заметил. Знаешь, я вот читал, кстати, в сети и отзывы по поводу предыдущих пресс-конференций, итоговых президента и касательно этого, о том, что Владимир Путин уклончиво где-то отвечает на эти вопросы. Но вот специально я эту конференцию отслушал, и там, по сути, ответ на каждый вопрос, он действительно прозвучал. Есть вот статистика, да, Андрей, я вначале уже говорил, касательно того, что более 60 вопросов было задано, и 30% из которых приходится на долю внешней политики России. 27% — это социальная сфера, экономика и бизнес — 25%. И внутреннюю политику всего лишь 12,7%. Говорит ли это о том, что в меньшей степени россиян, или в данном случае журналистов, да, интересует политика, которая происходит внутри государства, а больше важны вот такие громкие темы в виде внешней политики? Трамп, Франция, санкции и прочее. И почему так? Считаю, что просто все эти последние события, та же самая Франция, та же самая ситуация в Керченском проливе, они перетянули вопросы на себя, на международную повестку. Но, тем не менее, действительно, есть у нас внутренние вопросы, и девушка задала его по поводу детей в рекламе славянской внешности. Говорит, у нас же есть там и другие. Это дагестанская, да, по-моему? Да, да, да. То есть почему их, например, нет? Мне кажется, это очень комичный вопрос. Вам так не кажется? Путин, собственно, ответил на него, да, и девушка согласилась определить свою позицию. Ну, в общем, наверное, ко второму или третьему часу пресс-конференции Дональд Трамп проснулся, да, и он твитнул у себя там информацию о том, что Россия, Иран, Сирия, и теперь многие они якобы довольны уходом США из Сирии, но по факту теперь им придется, нам придется поплатиться, потому что без Америки ничего-то не произойдет, и ИГИЛ бьет нас, и мы все обречены. Вот, Андрей, к вам вопрос, насколько это соответствует действительности. Трамп, ну, мы привыкли к его таким броским изречениям, да, в том числе и в социальных сетях, но на самом деле не ослабит ли это позиция противоборствующей коалиции ИГИЛ? И пример Афганистана, где США поддерживали просто ваххабитов, а теперь будут поддерживать ИГИЛ? Давайте сначала дождемся, пока они действительно выведут войска. То есть то, что сказано, это еще не значит сделано Соединенными Штатами, имеется в виду. То, что сейчас с запрещенной группировкой исламского государства ситуация обстоит не так, как это было несколько лет назад еще, то это да. И, как правильно сказал президент, наша страна будет их дальше преследовать в странах, откуда они вышли. То есть, по сути, идет война. Война идет на дальних рубежах. Сейчас мы с рубежа Сирии будем отодвигать его, я так предполагаю, что все-таки в сторону, ближе к странам южным. Ань, ну вот почему-то заговорил о Трампе и вспомнил все эти необычные вопросы. Сейчас действительно журналисты на итоговой конференции, чтобы привлечь внимание и иметь возможность задать вопрос, они чего только не придумают. И надевают и кокошник, и маску хоккеиста, и костюм розового слоника, и прочее, и прочее. Но разве это не перечит где-то каким-то нормам морали, журналистской этики, ну, в конце концов, журналистской гордости? Абсолютно нет. Единственное, что, мне кажется, произошел перекос в сторону шоу. Изначально все-таки, если мы вспомним пресс-конференцию президента, 5, 6, 7, 8 лет назад, все-таки это была площадка, где страна заявляла о своих вопросах, о своих проблемах. И регионы могли приехать из какой-нибудь далекой глубинки и задать вопрос, который реально сегодня есть. Это касается цельского хозяйства. Вот был пример футбольное поле, да, девушка говорит? Да, да. Но это же не вопрос, это скорее просьба, и просьба даже далеко не уровня президента, и даже губернатора, а местная власть. К сожалению, я согласна, я согласна, но, к сожалению, и это действительно, у нас Сергей Валерьевич ведет такую же политику. Если на местах не решаются проблемы, пишите мне, я приеду, разберусь. У нас такой менталитет. И здесь точно такая же история. Если они не могут на уровне своего города или области решить этот вопрос, да, они приедут с Путиным и прогремят. Они, если можно сказать, красавчики. У них получилась возможность, и они задали этот вопрос, и они привлекли. Потому что пресс-конференция нужна для того, чтобы привлечь внимание президента к определенному региону и определенной проблеме. И в этом случае у журналиста огромная на нем лежит задача. Не себя пропиарить, ни свою, ни газету, ни телевидение. Они приехали, и на них возлагает огромная надежда регион. Конечно, если вы не приехали просто, вот, чтобы помелькать. И, к сожалению, мне было очень грустно, когда доставался, например, микрофон какого-нибудь журналиста, и вот просто там, их, не знаю, там, президента приглашали к себе. Ну, просто пригласили, и все, без вопроса. Мне кажется, тут у меня было ощущение потерянной возможности. Если есть возможность, нужно ее использовать, да? Да, да. Ну, вот мы на конкретном примере видим, не одном даже, видим, что зачастую приходится вот с мест доходить до президента, выискивать такую возможность, чтобы решить какую-то мало-мальскую проблему. А вот разве это правильная стратегия, когда проблема уровня, я же говорю, даже не губернатора, да, какого-то местного муниципалитета, да, или там городской администрации, ее решают вот на уровне президента? Ну, это совершенно нездоровая ситуация, на мой взгляд. Почему? Потому что, возьмем, например, руководителя организации и его заместителя. Если руководитель организации уходит в отпуск, и его заместитель или начальник какого-либо из отделов не справляется с ситуацией на местах, и поступают звонки непосредственно руководителю, то вопрос надо задавать уже непосредственно к руководителям звеньев. То есть они не справляются со своими обязанностями, и в итоге мы имеем то, что имеем. Люди едут на эфир, задают вопрос президенту непосредственно. Андрей, а вы командой Медведева довольны? Я не спрашиваю, это у Путина спросили. Он ответил, да. Ну, а на самом деле, вот если такие вопросы задают, говорят, что все-таки и Медведев был президентом, да, и Путин сейчас президент, и вот была у них своя ракировка, да, в свое время. А все-таки это единая политическая сила, или они преследуют какие-то разные интересы? Я считаю, что это все-таки единая политическая сила, выстроенная, которая идет в определенном направлении, со своим вектором, у которой есть цель. И да, то, что действительно была смена президента. Ну, от переменами слагаемых, да, в том случае, наверное, показалось, да? Анна, ну вот у вас появится возможность, да, я уверен, что в следующем году в очередной раз, наверное, в декабре традиционно пройдет. Мы сестерого задавали. Нет, нет, мы в 2014 году задавали. Задавали, да? Задавали, да, это уже второй наш опыт, с чем я, собственно, нас и поздравляю, вам желаю в этом успехов. Спасибо. Я уверен, что все получится. Ну, а есть какие-то журналистские фишки, тоже так, лейтово закончить, которые позволяют обратить на себя внимание? Вот, может, не подумайте, что я пытаюсь выведать какую-то тайну. Ну что вы, это нам у вас учиться. Красный цвет, вы верно заметили, но, судя по этой пресс-конференции, там, если каждый третий был в красном, либо, там, еще что-то, раньше проносили куклы и так далее, кокошники, это все, ну, это все такое, знаете, это кто-то вот из этого всеобщего скопища выстрелит один, ну, потому что не будут всех в кокошниках спрашивать. Поэтому нужно придумать что-то свое. Да, вот журналисты, они в кулуарах перед конференцией. Понятно, что после того же можно говорить, да, а до этого они обсуждают вопросы, которые планируют задать, или все-таки побаиваются, вдруг кто-то... Да, кто как, но в основном делятся своими вопросами, потому что если есть такая... Был такой опыт, люди рассказывают, о чем спросят президента, и их ставят в эфир, в том числе и федеральных каналов. То есть еще возможность одна, заявить о себе. Или вот, допустим, таблички, да, Андрей, которые были прописаны, да, я не помню, в этом году не видел. А-3, не больше А-3 там было... Ну, были вот такие плагаты, да, вот, на мой взгляд, если есть какие-то ограничения, все-таки нужно им действовать, а в противном случае просто выводить людей, если они нарушают эти нормы. Александр, знаете, что такое пресс-конференция президента? Это олимпиада журналистская. Все готовятся, все отправляют лучших, но там вот есть такая тема, как... Допинг, да, можно так сказать. Нет, чудо. Вот, чудо или удача. Вот есть такая тема, как удача. Вот если удача на стороне, вопрос задается. Ну, по большому счету, все равны, все лучшие, да, потому что, ну, не будет или компаний, или газеты отправлять какого-нибудь худшего сотрудника. Поэтому эта олимпиада, в этой олимпиаде кто-то победил? В этой олимпиаде победили мы, господа. Это так, но, полагаю, итоговая пресс-конференция Владимира Путина, она в который раз доказывает то, что наш президент действительно открыт для общения, он готов отвечать на практически любые вопросы, которые ему задают. Господа, я благодарю вас за беседу, зрителей за внимание. Увидимся на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова